Серьезно? У нас такого еще не было. Короче, уходим. Я прям не горю желанием здесь больше оставаться. Салют, Арава. Пришло время ответить на вопросы, которые вы задавали в группе ВКонтакте, в нашей официальной группе. Вопросов, конечно, немного, всего 10 вопросов, но я постараюсь ответить на них на все. Первый вопрос задает Виталий Морозов. Будут ли видео в других городах? Собираетесь ли вы покупать аппаратуру, типа для ловли призраков? В других городах, да, у нас в планах ездят другие города, чтобы снимать выпуски. Почему? Потому что в нашем городе не столько заброшу, чтобы снимать выпуски. Да и тем более, когда мы все снимем, что нам еще остается делать? Не услышать снимать. Поэтому, да, у нас в планах выезд в других городах, но после того, как наш канал более-менее разовьется. И развитие канала зависит полностью от вас, от вашей поддержки, помощи. То есть важно, чтобы вы делились этими видосами, рассказывали своим друзьям. И чтобы ваши друзья рассказывали своим друзьям. И так поможете нам развить канал. По поводу покупки оборудования. Да, у нас в планах покупать оборудование. То есть мы планируем покупать и камеры ночного видения, и какие-то спиритбоксы. Переходим, значит, к следующему вопросу. Scourge 157 Dark, странно не к ним, задает вопрос. Вас что-то вдохновило на создание видео такого формата? Может какие-то другие видеоблогеры? Были ли реальные случаи, когда шло все абсолютно не так, как вы запланировали? Вдохновила на создание такого формата самая основная тема. То, что развитие именно блогерской тематики сейчас довольно популярное. А так как я занимаюсь вообще сталкерством в целом довольно обширное время. Сколько 13 лет уже точно. И как бы пришла в голову такая идея, что надо как бы снимать это, рассказывать об этом, показывать людям. Ну да, и конечно были другие блогеры, которые вдохновили на создание такого формата. Дима Масленников, естественно, да, Алекс Супер, да и другие блогеры, которые занимаются сталками и которые снимают заброшки. Были ли реальные случаи, что шло абсолютно не так? Случаев таких было на самом деле очень много. Часто бывали такие случаи, когда что-то шло не так. Бывают такие моменты, когда все идет не так, то есть залазим на заброшку, да, делаем призыв, делаем какие-то манипуляции и в конечном итоге, ну ничего не происходит. Соответственно, выкладывать нечего и рассказывать тоже не о чем. Поэтому приходится идти на другую заброшку и там уже снимать и надеяться на то, что что-то получится. И в конечном итоге, когда что-то действительно получается, то мы выкладываем. Дмитрий Машков спрашивает, в будущем какие фильмы будешь снимать? В будущем у меня планы снимать хоррора. Какие-нибудь короткометражные ужастики. Но это уже в дальнейшем будущем, после того, как мы снимем основной фильм. Надо будет еще посмотреть на результат, получится ли, может вообще с этим делом заниматься не предстоит. Виталий Раченко спрашивает, если будете снимать видео в других городах, то не в планах ли брать с собой одного из подписчиков из того же города? Виталий, тут дело такое, что брать подписчиков это крайне опасно, потому что заброшки не непредсказуемые. У нас команда, команда опытных ребят, которые в первую очередь уже довольно обширное время занимаются походом на заброшки. У нас был эксперимент брать подписчика и после этого что-то как-то немножко боязно брать, потому что мало ли вдруг что-то по голове прилетит, вдруг что-то случится. И отвечать нам за это. И отвечать по всей строгости закона. Поэтому если мы сами пострадаем, нам от этого будет гораздо проще, нежели если кто-то пострадает, кого мы приведем с собой. То есть это уже совсем другая ситуация. Поэтому с подписчиками, конечно, нежелательно снимать. Если будет какая-то возможность такая, более-менее безопасная, то вполне возможен такой вариант. Но возможности в этом мало. Энигма ВК спрашивает, как потерял палец? История забавная. Это произошло на одной из заброшек, в которую мы ходили. Это было года три, наверное, назад. Залезли на заброшку, был дом пятиэтажный с балконами. И на втором этаже этого дома я находился на балконе и буквально оступился. То есть неправильный шаг сделал, наступил на камень и перевалился через балкон. А там такие перила были, что пальцы залезли. Но когда я переваливался, все пальцы выскочили, а мизинец вот не выскочил. Так и оторвался. Было, конечно, довольно жутко страшно, учитывая этот факт, что я упал, конечно, на мягкую землю. Но из земли торчал металлический штырь и я чуть было не погиб. То есть это сразу вам, так сказать, всем моим подписчикам намек на то, что, ребята, заброшки это такие вещи, которых шутить вообще никак нельзя. То есть если вы идете на заброшки, нужно быть крайне внимательным. Потому что любая мелочь может стать для вас просто фатальной. Я бы вам вообще не рекомендовал бы ходить на заброшки. Потому что это реально опасно. Пришлось поменять камеру, камера села. В общем, не рекомендую вам, ребята, лезть на заброшки. Потому что любой неверный шайк может оказаться для вас фатальным. Так, Максим Калугин спрашивает. Страшно ли тебе оставаться одному при вызове духов? И вызывай их примерно так же, как Виталий Игла. Ребят, по поводу страха. Ну, на самом деле, да, присутствует какая-то вот боязнь такая, потому что, ну, мало ли что может произойти. То есть, как бы страшно, поэтому я как бы бросил такую идею ходить один по заброшкам. Я бросил такую идею ходить по заброшкам одному. Вот. Поэтому я хожу обязательно с командой. Чтобы со мной хотя бы был еще один человек. Поэтому... Поэтому, да, страшно. Пусть будет так. Страшно. И по поводу вызыва их примерно так же, как Виталий Игла. Ребят. Я вам скажу так. Виталий как-то в одном своем видео обмолвился, что он снимает постановки. Вот. И по поводу вызова, ребят. Виталий, да и все остальные ребята, которые занимаются призывом духов. Они используют интернетные вот эти вот приколы, которые именно дает интернет. Но я вам так скажу, что 90% вызовов, которые в интернетах, в современных книгах. Вот эти вот оккультистские, некромантика и прочее. Все это билиберда. Придуманная просто для показухи. Все эти картинки и прочее. Ребят. Типа бабки матершиницы. Да, типа бабки матершиницы. Это все детский лепет на самом деле. Серьезно вам, ребят, говорю. Я лично так скажу, что все вот эти вот призывы, это все чисто показуха. Призыв, который используем мы, его никто никогда не видел и не увидит. То, что мы снимаем, вот эти вот даже банально, банально, вот так сказать, открою одну маленькую тайну, да. То есть то, что мы показываем вам, то, что я там над листовом, там что-то колдует, тыры-пыры. Это все для красивого кадра. Вот серьезно. Потому что реальный призыв, реальный призыв я делаю вне кадра и его не видят даже ребята с моей команды. И этот призыв нам достался от человека, у которого родословно идет аж средних веков. Дело в том, что сейчас РПЦ, Русская Православная Церковь, не богоугодное это дело, чтобы занимались призывами духов. Поэтому они всеми силами, всеми правдами и неправдами, они уничтожают достоверные источники призывов духов. С советских времен. Да, с советских времен. Как только Паларусь, когда вот пошло то, что целя от власти убрали, когда пришла советская власть, Советский Союз, вот это все, начали сжигать. Не только церкви пострадали очень хорошо, но начали сжигать и книги, и вообще всю любую литературу, которая вот совмещает в себе вот эти всяческие… Оккультистские обряды, да, всю вот эту вот фигню. И потом еще церковь, как только появилась наша уже в России церковь, опять начались вот эти вот гонения на все это дело, что это надо всячески искоренять, уничтожать. То есть все, что возможно сохранилось после революции, после Советского Союза, все было сожжено все равно каким-нибудь макаром. Поэтому, поэтому вся вот эта вот билиберда, все вот эти вот встречи с непонятными явлениями чаще всего происходят именно за рубежом. Потому что у нас все это просто уничтожено. И наш призыв, который я использую, он мне достался от иностранного медиума из Бразилии, у которого очень серьезное родословное. И мне пришлось пройти целую кучу проверок, мне пришлось просто жопу порвать для того, чтобы достать, чтобы была такая возможность сделать призыв. Поэтому, ребята, в данной ситуации, вот я сейчас предвижу просто, что сейчас начнут писать, и очень много знатоков, мол, типа, я знаю, как все это делается. Ребят, не верю. Серьезно, не верю. Поэтому... Нет, возможно, я не исключаю этот факт, что все-таки в нашей стране остались люди, у которых там есть хорошее родословное, да, где это все передавалось тихим сапом из поколения в поколение, да, то есть там как-то так, чтобы это все обошло и Советский Союз, ну, все власти, да, и потом нашу глебаную церковь, которая все и вся искореняет. Да, возможно, есть такие, но их должно быть настолько мало, что на них, в принципе, даже выйти вот так вот напрямую почти невозможно. У нас, в России, это почти невозможно сделать. За границей без проблем, здесь... Да, так что такая ситуация. Поэтому, ребят, что бы вы ни говорили, ни писали в комментариях, сколько бы вы дизлайков не ставили, и даже если начнете отписываться из-за этого, ребят, серьезно, я более, не знаю, более 85% уверен то, что все вот эти вот призывы, которые используются, это все просто интернетная ересь, высосанная из пальца. Олесь Юранов спрашивает, для разнообразия контента сможете ли вы вызвать демона? Демоны, ангелы, рай, ад. Ну, ладно, демоны, как бы, демоны, ну да, демонами можно, по сути, назвать любую сущность, непонятно. Даже полтергейсты могут оказаться демонами. Но именно вызывать демона, ну, ребят, я считаю, что это глупость. Правда. То есть, в эту фигню я... По смаху волшебной палочки или по щелчку пальцев демон никогда в жизни не припрется к тебе. Да. Что бы ты там ни делал, хоть ты чучетку выбивай, я не знаю, с бубна вокруг костра бегай. Ну, нет, не получится. Не получится. Андрей Ватяков спрашивает. Вопрос такой. Какой для вас, ребята, в скобочках, Гудвин, Акула, Мал, самый из ужасов, страхов, жути, чего вы боитесь больше всего? Соответственно, каждый по отдельности и все вместе тоже. Благодарю за ответ. А по поводу всех вместе, ну, всех вместе сказать сложно. А вот по поводу каждого, ну, лично у меня страх, я бы низкий боюсь высоты. У меня прям страх. Ну, это ведь правильно. Да, потери близкие для меня и еще я боюсь больших собак. Да, это детская травма. Я прям боюсь. Вот. Что касаемо Мал? Я адски боюсь глубины. Прям жестоко боюсь глубины. То есть, если я буду плыть и знать, что подо мной слишком много воды и до дна не дотянусь ногами, то все, я начинаю тонуть, у меня начинается паника. Все, это мое табу. Это, наверное, единственное, чего я прям ужасно боюсь. По поводу Акулы я сказать ничего не могу. К сожалению, его с нами нет. Он не смог приехать. Поэтому, возможно, он ответит это как-нибудь в следующий раз. Может даже на стриме. Буквально предпоследний вопрос. Денис Шинкарёв спрашивает. Андрей, почему все видосы сопровождаются музыкой и всякими звуковыми эффектами? Почему не попробовать снять видос и выложить таким, какой он есть? Мне кажется, это так интереснее будет. Объясняю ситуацию. Ребят, съемка занимает очень продолжительное время. Снимается на несколько камер. Снимается около 3-4 часов. Это минимум 3-4 часов. Сейчас вот время 4 часа. Мы пришли на съемки в 10 вечера. Мы освободились после съемок полчаса назад. И монтировать все это, все это компоновать, это все очень проблематично. Понимаете? Очень много материала, который нафиг никому не нужен. Да, вода. Смотреть все это. Понимаете? Из 4-х часовой съемки, которая снимается на 4, а то и 5 камер, это нужно все просмотреть. Это все нужно изучить. И не один раз, да. Все это нужно изучить. Все это нужно смонтировать. Понимаете? И просто вот именно выкладывать так, как все это есть, это просто будет скучно. Я сразу могу, и просто я предвижу, что ни один ролик до конца досмотрен не будет. Музыка, она создает атмосферу. Именно атмосферу того, что мы снимали. То есть она создает такую гнетущую обстановку. Вот. И вот эти вот звуковые эффекты, все вот эти звуковые сопровождения, это все для того, чтобы было интересней смотреть. Потому что без звуковых эффектов, без музыки, это просто будет скучное видео. Да, даже если там что-то происходит, лучше на этом моменте убрать музыку. Это как в любом фильме. Потому что музыка и вот эти звуковые сопровождения, это атмосфера. Она необходима. В противном случае это будет просто скучно. И ни один ролик до конца не будет досмотрен. И, естественно, все будут смотреть. Я говорю, ну что за скукотища. Это уже пройденный этап. И видео, которое я уже однажды выкладывал, оно просто-напросто удалено. Почему? Потому что никто не добрался до сути. Потому что всем было скучно смотреть. Ребят, отвечая на последний вопрос, я забыл сказать одну очень важную информацию. То, что я сейчас говорю, это не просто так взято от балды. Это информация, которую я собирал годами. И к этому выводу я пришел спустя много лет. Так что вот. И, наконец, самый интересный, самый последний вопрос и самый важный вопрос, который стоит принять во внимание абсолютно всем. В том числе блогерам, которые вот просто сидят и такие говорят, я там целую кучу времени лазаю по заброшкам и не встретил ни одного призрака. Вопрос. Существуют ли духи? Я много раз кого вызывал, но из всех пришли только двое. Почему так? Почему меня не получается вызвать и почему они не приходят? Ответ очень прост. Вы все прекрасно знаете, что у человека есть своя энергетика. Энергетика исходит из так называемой души, которая есть у человека. Дух – призрак. Это вот сейчас, наверное, сейчас просто все, кто на меня смотрит, особенно все, кто считает себя знатоками мира духов, начнут плеваться. Духи – это энергия. Это сгусток энергии, который находится в живом человеке. И если человек умирает не своей смертью, эта энергия остается. Это можно объяснить как? Допустим, энергия, вот этот дух для человека – это как батарейка для организма человека, которая поддерживает именно его функционал. Я потом отдельно сниму об этом в видос и расскажу вам свою теорию существования призраков, духов и вообще откуда все это берется. Так вот, духи – это энергия. Это так называемая эктоплазма, я не знаю, которая именно остается в том месте, где умер человек. Именно в том месте, где отделилась эта энергия. Поэтому она там прикована. Потому что энергия, она имеет такую память. То есть она память как таковой не имеет. Почему? Потому что память человека – это его мозг, это его процессор. А дух, именно вот эта энергия имеет… А что, батарейка не до конца разрядилась, ее оставили просто, выкинули. Она такая лежит и думает, что мне делать? Да, да, да. И начинаешь рахаться. Вот, нет, я просто к чему говорю, да, что именно вот этот сгусток энергии, вот этот сгусток энергии, он остается на этом месте. Почему? Потому что у него есть какая-то память. Это вот как мышечная память, да. Если ты, допустим, научился ездить на велосипеде и тут потерял память, ты все равно сядешь на этот велосипед и поедешь. Потому что есть такая мышечная память, да. Вот такая же примерно память у духов, у призраков, так называемых. Это сгусток энергии, который имеет какой-то определенный участок памяти. То есть он не помнит, кто он есть, он не помнит, что он из себя представляет. И хочу добавить то, что забыл сказать во время съемок. Именно с этой энергией и конфликтует энергия гаджетов, которые находятся у вас в тот момент, когда вы пытаетесь связаться с духом. То есть энергия духа, вот эта вот энергетика, воздействует на электроприборы, создавая помехи. Поэтому белый шум настолько популярен, когда люди пытаются связаться с духами. И те, кто у нас смотрелся фильмов ужасов, да, там, мол, типа, призраки такие разумные и все прочее, это все фигня на самом деле. Вот, это сгусток энергии. Именно энергия и притягивается к другой энергии. То есть, если ты какой-то обычный человек с улицы, да, и такой решил заниматься вызовом духов. Если у тебя недостаточно вкусная энергия, именно вкусная, которая будет притягивать ту энергию, которая находится там, которую ты призываешь. Она к тебе не придет, она на тебя не посмотрит, она на тебя никакого внимания не обратит. Ты не будь сидеть себе, находиться в какой-то там определенной точке и все. Если тебе повезет и ты случайно его снимешь, то тебе просто повезло. Понимаете, это такая, если тонкая, не знаю, наука, по мановению волшебной палочки по щелчку пальцев, она не появится, что бы ты ни делал, как бы ты ни призывал. Опять же, коснемся призыва. Простые интернетные призывы не сработают. Почему? Потому что, чтобы дух появился, его нужно взбудоражить, его нужно как-то всколыхнуть. И в первую очередь самый важный аспект – это твоя энергетика, которая должна притягивать энергию духов. И энергетика того, кого ты призываешь. И только когда ты сможешь всколыхнуть эту энергию, она проявится. Собственно, что мы и делаем. Но есть еще такой аспект, что она может сама пойти на контакт. Это очень редко. Это очень редко. Да, и вот из вопроса, почему пришли всего двое, много раз вызывало, пришли всего двое. Потому что они сами этого, не то что захотели, просто какая-то частичка именно энергии этого человека, который сделал призыв, как-то зацепил. Поэтому и пришли. Все, а по-другому никак. Я, по крайней мере, вижу это так, ребят. И в дальнейшем я потом расскажу вам теорию о призраках. А на этом, пожалуй, мы закончим. Вопросов, к сожалению, больше не осталось. Надеюсь, вам было интересно. С вами был блогерский обход. Ставьте лайки. Да, у нас разбушевался дождик. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям. Обязательно рассказывайте своим друзьям. Это будет большой вклад в помощь в развитии нашего канала. Пожалуйста, не повторяйте, ни в коем случае не повторяйте того, что делаем мы. Это опасно. Особенно, если у тебя нет никакого опыта. Так что будьте осторожны, берегите себя. С вами был блогерский обход. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok